здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня опять у нас ручки китайские съемки при условиях как вы видите на подоконнике поэтому извиняйте за какие-то может быть косяки но еще работы ведутся поэтому пока что еще ничего не могу вам предложить лучше но считаю что главное желание что-то показывает новое поэтому пишем даже в таких условиях представляю ручку которая чё знает как называется на разных сайтах она по-разному называется но это потому что ручка такая сборная солянка вы увидите почему вот но будем придерживаться например название галард эго галард эго видимо совместно с пилотом вот она пришла в такой коробочке такой коробочке немножко конечно потоптала наша любимая почта россии коробочку железная поэтому очень удобно для подарков обратите внимание здесь лежит перо перо которая стоит на ручке полома но и насколько я помню до средняя средняя такая а это перо вместе с фидером смотрите первый фидер вот они перо здесь сейчас не париться не нужно ну вот фидер и запасной пожалуйста ломайте крушите как говорится ваше дело далее ручка я же уже говорил вам что сейчас пристрастился к прозрачным ручкам вот поэтому эта ручка прозрачная но у ней во первых есть упаковочки она очень плотно сидит вот такая вот ручка продажник и далее здесь же такой ключик лицо этот ключик я вам покажу если мы вытаскиваем суд идут кублей вниз вот все написано на китайском языке что это за ручка привет всем кто открыл дошел до этого ну неважно важно то что здесь есть вот такая вот вот такая вот инструкция кладем это все на место тем более что нам это все не нужно здесь ну что сразу как бы немножко перескочим здесь все на резьбе пластика белый прозрачный а я бы не сказал что он такой жесткий он все-таки мягковатый поэтому здесь все на резьбе кстати согнут ручка будет меньше здесь резьбы нет видите и сам механизм подачи чернил механизм хранения это вот видите громадный поршень который перемещается внутри ручки вот это вот вся шняга накручивается здесь есть такой вот шампет на данном языке и нам стык а вот так раз по приходу но я нет нет и вот так вот куча работы видели какую надо производить для того чтобы открутить этот колбачок поменять поршень ну есть такой момент поэтому сама ручка весит практически грамм даже 0,1 грамма перо говорят что это иридиум толщина опять же стандартный китайский 0 5 миллиметров и толщина ручки со мной в самой большой части 13 7 миллиметров длина ее 158 и 8 миллиметров ну что попробуем сейчас заправить для этого мы вытащим наше любимое чернила ну заправим чуть-чуть чтобы буквально черное стало так мы перенаписаны еще и иридиум поинт видимо для того чтобы окончательно у нас убедить что это первое иридиума сделано ну-ка смотрим что это за дверь так 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 все еще раз и начинаем иридиума как так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...